Трансляционная медицина это новый термин, который вошел в нашу жизнь последние годы. Ему действительно совсем немного лет. Впервые о нем заговорили в Соединенных Штатах около пяти лет назад, то есть первое упоминание 2005-2006 год. Это не какая-то новая область знаний или область медицинской науки, это такое интегральное понятие, которое определяет быстрый приход достижений фундаментальных наук, самых разнообразных в практику, в том числе и в медицинскую практику, безусловно. Дело в том, что процесс этот связан с очень быстрой в последние годы эволюцией науки, естественно, медицины. И связан он с тем, что очень многие области медицины становятся высокотехнологичными. То есть мы уже задействуем и вынуждены задействовать в рутинной практике очень многие методы диагностические, например, связанные с молекулярной биологией, очень тонкой молекулярной биологией. Уже в настоящее время многие классификации заболеваний, они несут молекулярные компоненты, и это становится совершенно обязательным. Естественно, изменяется подход к, так скажем, верификации диагноза, то есть уточнение диагноза, постановке диагноза. Варианты выбора терапевтической тактики тоже зависят очень сильно от массы факторов тонких, технологических, которые мы используем при диагностике. Особенно, конечно, это явно, например, в такой области, как онкология, поскольку здесь мы очень сильно связаны особенностями биологии опухолевой клетки. В зависимости от этого даже внутри одной группы опухолей мы можем получить хороший эффект от лечения, можем его не получить вовсе. Поэтому сейчас уже процесс диагностики далеко вышел за рамки просмотра материала глазами, как это было совсем недавно, когда делали срезы гистологической ткани, окрашивали их, и морфолог глазами ставил диагноз, и, собственно говоря, этого было достаточно. Это ведь было совсем недавно. Сегодня мы должны при постановке диагноза выполнить очень много манипуляций, связанных с иммунологическими тестами, молекулярно-биологическими тестами, цитогенетическими тестами. И вот этот портрет, диагноза портрета опухоли, он обрастает очень многими составляющими, которые совсем недавно еще были действительно в разряде фундаментальной науки. Естественно, подход к лечению тоже меняется, появляется очень много так называемых таргетных или точечных препаратов, которые нацелены уже на конкретную поломку генетическую, например, в опухоли, которая может быть полностью излечена или в значительной степени заторможенный рост, что дает возможность человеку существовать долгие годы. Естественно, этот процесс нарастает лавинообразно. Сейчас на основании достижений молекулярной биологии, биоинформатики можно получить даже индивидуальный портрет опухолевой ткани, например, которому можно пытаться подобрать индивидуальный набор препаратов. Нельзя сказать, что это делается уже в рутинной практике, все не так пока однозначно, но тем не менее этот процесс идет. И вот это один из примеров очень быстрого прихода, когда мы можем у пациента определить конкретный локус чисто теоретически, для некоторых ситуаций теоретически, для некоторых уже и практически. Мы можем получить конкретную последовательность, например, для этого пациента и попытаться индивидуализировать терапию с учетом его особенностей. Ну вот этот процесс, он приходит в очень многие направления, это не только онкология, безусловно, это целый ряд редких так называемых, но тем не менее в сумме встречающих достаточно часто наследственных так называемых заболеваний редких, где есть либо моногенная, либо полигенная патология, которая дает возможность попытаться этих пациентов не только продлить им жизнь, но и полностью вылечить. С этим связано, например, и создание так называемых клеточных препаратов, которые индивидуальны, которые могут нести дефицит, например, у данного пациента ген, который может восполнить потерянную функцию и обеспечить, например, синтез недостающего в организме белка, который обусловливает эту болезнь. Ну, таким образом, это такое некое интегральное понятие, которое сейчас объединяется в вот такое единое целое. Заговорили о нем не так давно, как я уже говорил, но тем не менее, как бы это все очень бурно развивается в Соединенных Штатах, даже создан Институт Трансляционной Медицины, которому совсем мало лет. Сейчас об этом понятии говорят везде и, по сути, это означает приход, такой активный приход ученых фундаментальных, физиков, химиков, биологов в медицину. Очень многие вещи, скорее всего, в ближайшие годы будут решаться в лабораторных условиях, и поэтому появляется большое количество потребностей, наверное, это приведет к появлению большого количества новых рабочих мест, где будут работать специалисты, имеющие базовое образование, но тем не менее, этот процесс будет завязан непосредственно на конкретные медицинские приложения, и в этих лабораториях, собственно говоря, будет решаться вопрос создания индивидуальных лекарств, индивидуальных диагностических систем. Это же, естественно, тесно связано с другим недавно появившимся понятием персонализированной медицины, поскольку на этом оно и основано. Дело в том, что, естественно, лечить мы должны не диагноз, а конкретного человека, и у каждого конкретного человека одна и та же болезнь, она может протекать по-разному со своими особенностями, и, как правило, естественно, под этим всем лежит какая-то органическая патология, по сути, есть генетические поломки, как правило, они мелкие, точечные, за которыми может скрываться индивидуальная особенность поведения тканей, клеток конкретного человека, которые могут в значительной степени варьировать в ответе, например, на одни и те же препараты. Поэтому вот весь этот процесс создания этого понятия, вернее, даже оно создается, его никто не создает, это совершенно физиологический процесс, который происходит сам по себе. Естественно, вот он вырисовывается в большое направление, и сейчас о трансляционной медицине активно заговорили у нас, о том, что необходимо создавать центры трансляционной медицины для того, чтобы в них аккумулировать возможности все технологические, естественно, это связано и с очень высокотехнологичным, высокоточным, дорогостоящим оборудованием. Безусловно, это оборудование не сможет работать самостоятельно, поэтому нужны соответствующие его уровни специалисты, которые одинаково хорошо бы ориентировались и в вопросах базовых дисциплин, то есть физики, химии, биологии, и понимали, для чего это все происходит, то есть они должны иметь и определенный набор базовых знаний в области медицины, соответственно, тех направлениях, в которых они работают, поэтому все это приобретает такое достаточно уже очерченное направление, и, скорее всего, мы в ближайшем будущем получим вот такие точки роста, которые будут связаны вот именно с этим понятием трансляционной медицины. Развитие вот этого всего направления предсказать сложно, и, как и все новое, вполне возможны какие-то подводные камни в этом процессе. Выяснить о том, что возможно, мы, естественно, сможем только в процессе и пути. Надо сказать, что вот это не есть какое-то самостоятельное понятие, то есть это не значит, что, скорее всего, в ближайшее время мы получим там, например, сеть клиник трансляционной медицины. Дело в том, что это понятие такое общее, и, скорее всего, это в ближайшее время будет связано с появлением высокотехнологичных научно-практических центров, которые в состоянии в себя вобрать вот все и базисные процессы и, соответственно, перенести их очень быстро в клиническую практику. Есть ли какие-то подводные камни на этом пути? Наверное, есть, но пока не пойдем, не узнаем. Продолжение следует...